Одним из самых популярных мифов о баригаме является утверждение о невозможности сложить бумагу более 7 раз. В действительности это утверждение основано на математических расчетах и физических ограничениях, связанных с размерами и гибкостью бумаги. Главным фактором, который делает сложение бумаги более 7 раз значительно сложнее, является ее толщина. Каждый раз, когда бумага складывается, она удваивается. Таким образом, после каждого складывания бумаги толщина стопки увеличивается в два раза, что делает ее сложение все труднее. Кроме того, с увеличением числа складываний увеличивается и количество слоев бумаги. Это означает, что требуется все больше силы и точности, чтобы удержать все слои вместе и продолжать складывать их. Если сложить листки бумаги определенное количество раз, то якобы есть предел. И выше этого предела сложить уже невозможно. На самом деле тоже это хорошо объясняется. Во-первых, это не совсем корректно, и не совсем так. Дело в том, что это свойство зависит от того, какова у вас бумага, какова ее толщина. Это раз. И во-вторых, из чего она состоит. А именно, чтобы листки бумаги сжимались, необходимо, чтобы можно было каждый последующий слой, когда вы добавляете, деформировать на толщину этого слоя. Если вы возьмете, например, губку, тонкую губку, то сколько бы слоев вы ни делали, скорее всего, у вас получится. Почему? Потому что пластичность на растяжение нажатия, она очень высокая. В 2002 году американский ученый по имени Бритни Галашио доказал, что теоретически можно сложить бумагу более семи раз, но для этого требуется бумага огромных размеров. Суть проблемы заключается в том, что при каждом сложении бумаги ее толщина удваивается. Таким образом, после каждого сгиба бумага становится в два раза толще. При семи сложениях толщина стопки бумаги возрастает в 128 раз. Физически невозможно сгибать столько материала в обычных условиях. Однако, если взять бумагу огромных размеров, то количество сложений будет значительно превышать семь. Например, если взять бумагу, длина которой равна расстоянию от Земли до Солнца, то количество сложений может достигать нескольких сотен или даже тысяч. Таким образом, миф о невозможности сложить бумагу более семь раз является правдой только в том случае, если речь идет о бумаге обычных размеров. Если материал сэндвича такому свойству не удовлетворяет, то есть такой пластичности бумага не имеет такой пластичности, то вы это сделать не сможете, конечно же, и согнуть не сможете. Когда слоев мало, пластичность требуется небольшая, деформация требуется небольшая, незначительная. Поэтому мы сгибаем спокойно. Внутренние слои сжимаются, внешние растягиваются немного, и в итоге у нас сэндвич складывается. Однако, когда толщина сэндвича достигает определенного предела, то мы уже не можем деформировать. На самом деле, сложить бумагу семь раз возможно, но физический процесс оказывается настолько сложным, что для его выполнения требуется огромная сила. То есть реализовать это в домашних условиях нереально. Но научные эксперименты показали, что с помощью высоких технологий и специального оборудования провернуть такое возможно. Таким образом, мы видим, что между реальностью и невозможностью существует тонкая грань. То, что кажется нам невозможным или противоречит обычной логике, может быть достигнуто с помощью научных открытий и современных технологий. Наиля Хананова, Елизавета Газизянова, Универ Новости.